Торжественно и патриотично 86 школьников посвятили в юно-армейцы. Без него не допустят к экзаменам. Выпускники написали итоговое сочинение. И снова мошенники. Муравленковцы теряют миллионы, доверяясь лжебанкирам и используя сервис «Блаблакар». Сегодня 168 будущих выпускников многопрофильного лицея написали итоговое сочинение. Успешная сдача является допуском к единому государственному экзамену. На часах 9.20 в холле многопрофильного лицея установлены металлоискатели в аудиториях, видеокамеры с заклассами. Закреплены общественные наблюдатели. Списать однозначно не получится. Во время проведения экзамена на рабочем столе помимо бланка регистрации должны находиться ручка, документ, удостоверяющий личность и черновик. Под запретом мобильные телефоны, справочные материалы и письменные заметки. Несмотря на это, будущие выпускники особо не волнуются. Говорят, что к экзамену готовы. Мы разбираем линии персонажей, их путь, время, в котором они проживают, выявляем проблемы. Подгоняем это под проблемы современности, как это связано с нашей жизнью. Ну и на основе наших выводов мы пишем сочинения. Подготовку мы проходим 10 класса уже. И в принципе все очень легко. У нас учителя, мой учитель по литературе Анисара Шитовна, она очень тщательно нас подготавливает. То есть каждый урок мы проходим какие-либо произведения, мы пересказываем их, чтобы помогать нам их запомнить. И пишем пробники. В принципе к итоговому сочинению я думаю готова и затруднений нет. На выполнение задания 11-классникам отводится 3 часа 55 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на дополнительные полтора часа. Сочинение оценивается по системе зачет-незачет. На выбор будущим выпускникам представлено всего шесть тем. Лицеисты узнали их за 15 минут до начала экзамена. Конечно, трудно. Ребятам особенно даются произведения, допустим, уже 19 века. То есть исторические какие-то пласты ушли, исторические реалии изменились. И чтобы понять людей, приходится разъяснять. Мы очень много об этом рассуждаем и всегда стараемся найти параллели прошлого и настоящего. Человек не меняется. Человек остается такой же. И, соответственно, проблемы, которые были в прошлом, они, собственно говоря, остаются и в настоящем. И дети должны это понимать. В этом году лишь один лицеист по причине болезни отсутствует на экзамене. Он напишет сочинение чуть позже. Бывали случаи, когда ребенок по причине заболеваемости писал в дополнительные сроки, которые тоже установлены в этом году. Бывали случаи, когда учащиеся получали не зачет, а не пересдавали в дополнительные сроки. То есть в этом нет ничего такого необычного. Но были учащиеся, которые в этот момент участвовали либо в Олимпиадах, либо в каких-то конкурсах выезжали. Поэтому им тоже нужно было писать сочинение в дополнительные сроки. Резервный день для написания сочинения назначен на 1 февраля 2023 года. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Новости, Муравленко. Жители Ямала с начала года перевели мошенникам почти 300 миллионов рублей. Больше всего афер в сфере IT-технологий совершено в отношении жителей Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салихарда. Муравленковцы тоже вносят свой вклад в неутешительную статистику. Только за 10 месяцев с начала года горожане более 60 раз попадались на удочку киберпреступников. По-прежнему самый распространенный вид мошенничества – звонок от службы безопасности банка. Аферисты сообщают держателям банковских карт, что кто-то пытается оформить на их имя кредит или похитить деньги со счетов и тут же предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. И сколько бы полицейские не предупреждали об этой схеме обмана, горожане продолжают идти на поводу у преступников. На примере ноября суммы были у нас от 160 тысяч до 3 миллионов. То есть, соответственно, людей ничего не смущает. Они на примере 3 миллионов выполняют множество операций по переводу денежных средств. Соответственно, и после чего уже, когда последнюю операцию выполняют, приходят в себя, так сказать, и вспоминают о том, что деньги-то у них были в руках, соответственно, не нужно было их никуда переводить. Что же делать, если поступил такой звонок? Прежде всего, не впадать в панику под любым предлогом. Прекратите разговор. Проверьте, в мобильном приложении на месте ли деньги. Если остались сомнения, отправляйтесь в банк и спросите у специалистов лично. Если уже попались на оловки мошенника, обналичили свои денежные средства, не надо их никуда отправлять. То есть, если вы их отправляете, все, вы с ними прощаетесь, соответственно, вы их отправите мошеннику. Никаких безопасных счетов банков не существует. То есть, это надо запомнить. Что если поступает предложение перевести деньги на безопасный счет, все, будьте уверены, вы разговариваете с мошенником. Соответственно, обналичили свои денежные средства, оставили их у себя. Никуда их отправлять не надо. А еще горожане не раз становились жертвами, пользуясь приложением Блаблакар. Схема обмана проста. Аферист пишет попутчику в мессенджер, отправляет ссылку, якобы для оплаты брони. В результате жертва попадает на поддельный сайт и добровольно отправляет платеж злоумышленнику. Подобных преступлений легко можно избежать, отмечают полицейские. Если бы пользователи внимательно читали правила сервиса. На Блаблакар определено одно правило. Оплата денежных средств учляется только после оказанной услуги. То есть, по прибытию уже к окончательной точке граждане расплачиваются либо наличными денежными средствами, либо путем перевода денежных средств. Перед поездкой эта оплата не производится. Но все же большинство горожан, что называется, держат ухо во строк. К примеру, на днях одной из жителей Смуравленко позвонили на мобильный, представились сотрудникам местной полиции и сообщили, что родственник женщины совершил преступление. И чтобы не заводить дело, нужно заплатить. Гражданка усомнилась все-таки ввиду того, что осуществлялась профилактической работой, знала о методах и способах совершения мошенничества. И позвонила к нам в дежурную часть и сообщила об этом факте. В дальнейшем мы все-таки установили, что в действительности это граждане, которые у нас склонны к совершению противоправных деяний и хотят нажиться на чужом горе. Сотрудники полиции ежедневно призывают горожан к бдительности, проводят большую профилактическую работу, обходят все до единой квартиры, вручают жильцам памятки и рассказывают, как противостоять аферистам. Прислушайтесь, ведь мошенники уже сегодня могут позвонить и вам. Татьяна Бойко, Виталий Седняев. Новости Муравленко. Ряды детско-юношеского движения «Юнармия» пополнили 86 муравленковских школьников. Торжественная церемония посвящения прошла в многопрофильном лицее. Гимн Российской Федерации, вынос флагов и самая запоминающаяся часть – строевое дефиле. Юнармейцы продемонстрировали то, чему научились за несколько месяцев обучения – военную выправку, четкое и слаженное выполнение команд. С особым трепетом юные муравленковцы произносят слова клятвы. Обещают быть верными юнармейскому братству и отечеству, хорошо учиться и стремиться к спортивным победам. Я, вступая в ряды юнармы, перед лицом своих товарищей обязуюсь. Всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому братству, соблюдать устав юнармей, быть честным юнормейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Вручение личных книжек – самый долгожданный момент. Это основной документ юнормейца, куда каждый участник детско-юношеского братства будет вносить свои заслуги перед отрядом, отмечать поощрения и награды. Соответствующие записи в будущем помогут получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Надеюсь, книжки, которые вам выдали, будут оболнены только хорошими делами, что можно взаботить не на вторую еще. И многие из вас, надеюсь, будут достойными продолжателями славных традиций российского воинства. Юнормейцам еще многому предстоит научиться. В совершенстве освоить азы начальной военной подготовки, воспитать в себе лидерские качества, познакомиться с научно-техническими профессиями. Для каждого школьника, который вступил в лидер, это, конечно, значимое событие. Потому что, если мы посмотрим наверх, пришли их сверстники, их друзья, их знакомые, их близкие люди, их родители, для того, чтобы поддержать их и порадоваться за своих детей. Я очень сильно горжусь собой. Это развитие патриотизма во мне. И родители мне гордятся. Для меня это очень важно в жизни вообще, потому что я пошла в лицей как кадет, как патриот. От России и Российской Федерации. Юнармия уже объединила более 1 миллиона детей и подростков по всей стране. На Ямале военно-патриотическое движение развивается с 2017 года и насчитывает уже более 3000 участников. Анна Мария, Антон Иванов, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин